Легкие будни Вам, друзья, напомнить Что в передподготовке К зимним праздникам МЧС еще раз напоминает Что устанавливайте елку Подальше от отопительных приборов И эвакционных выходов Это очень важно Потому что всяко может быть Да, кроме того Обязательно нужно смотреть Где произвели гирлянды Которые вы покупаете на елку Чтобы можно было там исправить Чтобы всякие подставочки Потому что можно купить с рук Что называется И никто не гарантирует тебе безопасность Никто не уверен Только заводского производства Гарантийные И еще, друзья, по поводу елки Поскольку мы сегодня говорили И у нас в новостях Уже не раз звучало Что гирлянды нужно на ночь выключать Потому что это на наше физическое здоровье Оказывает негативное влияние Вообще человек должен спать в темноте И, как говорится, береженого Бог бережет Да, порадовались огонькам Выключили Так вот, что касается установки елки Елка должна стоять на прочном основании И быть крепко закреплена Чтобы ее не могли уронить Ни маленькие дети Ни, я не знаю, там, животные Конечно, ни котики, собачки, хомячки Да, ну и понятное дело Что елку надо разместить подальше от батареи От отопления, от электроприборов Стоит предусмотреть расстояние И до детской кроватки Ночью объемный силуэт дерева Может испугать малыша Это нужно помнить Да, это если в однокомнике квартире И самое удачное место Угол вдали от прохода Там гель не будет никому мешать Еще лучше ее привязать к чему-нибудь Вот я это сто процентов по себе знаю Помогает иногда А еще, вы знаете, что Ну вот, поскольку у меня искусственная елка Я уже много лет ставлю искусственную елку Так здорово она упала, например Ну бывает, то кошка уронила То ребенок уронил, то еще что-то Поставил ее обратно И все, и она стоит такая же красивая Но, друзья, так Кстати, для вас же есть подарок От Минского городского управления МЧС Подарок полезный, кстати Полезный и нужный Но нужно ответить, конечно же, на вопрос Так что давайте слушайте внимательно Как всегда в этой рубрике Вопросы сегодня не исключение Итак, в этой стране перед Новым годом Дети выбирают королеву света Лючию Ее наряжают в белое платье На голову надевают корону с зажженными свечами И Лючия приносит подарки детям И лакомства домашним животным И в праздничную ночь В домах не гаснет свет И улицы ярко освещены Назовите, а в какой стране Это все происходит Будем подсказки, давай И да, варианты ответов Англия, Швеция, Румыния Друзья, выбирайте Ответы ждем в Вайбер Вот сейчас именно в Вайбер Кто первый пришлет верный ответ Верный, да, верный, верный ответ Тот получит подарок Вайбер, номер Вайбера 33 699 102 и 1 Легкие будни Итак, я еще раз напоминаю вопрос В этой стране перед Новым годом Дети выбирают королеву света Лючию Ее наряжают в белое платье На голову надевают корону С зажженными свечами И Лючия приносит подарки детям И лакомства домашним животным А в праздничную дочь В домах свет не гаснет Улицы ярко освещены И в какой же стране это происходит И были варианты ответа Англия, Швеция и Румыния Ну, люди пошли дальше Даже Францию написали Кто-то пишет, что я болею Мне надо выиграть Но, друзья, все варианты были использованы Что и Англия, и Румыния, и Швеция Это страна Хотя давайте спросим у человека Который первый прислал верный ответ Это Дмитрий Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Дмитрий Во-первых, поздравляем А во-вторых, хотели бы узнать Что же это за страна Ну, почему-то предположил, что это Швеция То есть вы просто так? Да, просто так, наугад Вы знаете что? Я подумал, что Россия С именем Лючия Как-то не совпадает Подождите, но мы же предложили Три страны Причем-то Россия Мы же сказали Англия, Швеция и Румыния А, Англия, да-да-да Мы же предложили даже три страны Ну, вот видите, Дмитрий Вы наугад И оказались счастливчиком Это действительно верный ответ Ура! Швеция появляется Дмитрий, и вам достанется подарок От нашего партнера От Минского городского управления МЧС Чуть позже расскажем Где и как вы встретитесь с подарком А теперь расскажите Как по поводу мягких игрушек Вот если бы вам дарили друзья Ну, передарил бы кому-нибудь В качестве подарка взрослым людям Вы считаете неуместно Дарить мягкие игрушки Ну, нет, для Дмитрия ему не интересно Подарок это всегда приятно Да Ладно какой Спасибо, Дмитрий Трубку не кладите Расскажем, где и как встретить с подарком И, конечно же, Министерство По чрезвычайным ситуациям Поздравляет всех С наступающим Рождеством и Новым Годом А также напоминает Соблюдайте правила пожарной безопасности Будьте осторожны при использовании Пиротехнических изделий Берегите себя и своих близких